Всем привет! Давно не было видео iHerb. Спасибо, что вы мне об этом напомнили. Действительно, на протяжении нескольких месяцев я заказала около трех или четырех посылок. Я уже все распробовала и готова поделиться с вами своим мнением. Многое мне настолько сильно понравилось, что я вот на самом деле побегу и куплю это второй, третий, четвертый раз. Я хотела бы, чтобы эти продукты постоянно были в холодильнике, где-то в наших запасах. И давайте начну с того, о чем вы меня спрашивали. В своих сториз в инстаграм я показывала, что для себя я готовлю цельнозерновые вафли. И как-то даже во блоге показывала вам. Это такие миксы, то есть это смесь муки, разрыхлителя. Очень хороший состав и я купила сразу две. Первая из них из цельнозерновой муки. Здесь, кстати, по-моему и рисовая мука. Ну, в общем, надо просто точно изучить состав. Но я помню, что я это делала и никаких замечаний к нему у меня абсолютно нет. Поэтому вы спокойно можете давать что-то такое своим деткам. Если вы следите за фигурой, то это тоже что-то для вас. Такие, эти же смеси можно использовать для приготовления обычных панкейков. Поэтому, если у вас вдруг нет вафельницы, то вообще ни беда, ни проблема. Потому что сковородка у каждого найдется в хозяйстве. Рецепт приготовления и одного, и второго вы найдете сзади на упаковке. Просто добавляем определенное количество молока, яйцо, по желанию мед и все это смешиваем. Кстати, нет никаких комочков и мне сейчас сложно определиться, какой из них мне нравится больше. Потому что вот эти более нежные. А вот этот микс, он уже такой темный на основе гречневой муки. Я обожаю обычные оладьи из гречневой муки. Но здесь мне ее не достать и не всегда хочется перемалывать гречку. Поэтому для меня это спасение. И, кстати, не в ущерб фигуре. Поэтому я очень люблю сделать какие-нибудь блины с ягодами и с греческим йогуртом. Правильно? Правильно, греческий. Вот, очень вкусные. И, кстати, все это я жарю на кокосовом масле. Одна из вас написала мне, что то кокосовое масло, которое я заказывала от того же производителя, только с зелеными надписями здесь, оно больше подходит для чего-то сырого, то есть не для жарки. Оно не рафинированное. И девушка написала мне, что вот это рафинированное, оно гораздо лучше. Кстати, я так и не нашла информацию в интернете, действительно ли это так. И, короче, взяла вот такое в этот раз. Хочу сказать, что это масло не имеет аромата кокоса. Для меня это минус, потому что мне он очень нравится. Но, к примеру, мой муж не любит, когда блины, вот обычные, тоненькие, пожаренные на масле, которые имеют какой-либо аромат, когда я использовала это, муж ничего не заметил. Поэтому для нашей семьи это очень хороший вариант. Я фанат кокоса, он не особо, особенно в традиционных блюдах. Поэтому, скорее всего, еще раз закажу вот это. Дальше для детей я купила несколько вкусняшек. И также в моем инстаграм показывала вам, как мы впервые в жизни делали попкорн дома. Для этого мне понадобились зерна и кокосовое масло. У меня не оказалось большой крышки для сковородки, поэтому я воспользовалась кастрюлей. И вы знаете, в один момент мне казалось, что попкорн захватит всю нашу кухню, но он перестал стрелять, не все зерна раскрылись, потому что я все-таки советую использовать обычную сковородку и крышку. Надо будет заняться этим делом. А так попкорн очень вкусный, ничем не отличается от того, что можно купить в кинотеатрах. Поэтому я сразу купила две упаковки. И его на очень долго хватает, поэтому в ближайшее время заказывать не буду. Но если вы любите смотреть кино или вы любите какие-то такие перекусы, то можно вот купить такой попкорн и делать его дома с солью, с карамелью. Есть разные рецепты, поэтому советую вам присмотреться. Очень качественно. И так, что еще? Довольно регулярно покупаю своим детям вот такие жевательные мишки. Меня как мама устраивает состав. Здесь нет никаких ненатуральных красителей, вкусовых добавок, еще непонятно чего. Здесь тростниковый сахар вместо обычного. В принципе, нет никаких научных доказательств тому, что он чем-то лучше, чем обычный. Классический, к которому мы привыкли, но мне как-то так спокойнее. Но то, за что я обожаю этого производителя, ну как бы вот эти жевательные мишки очень вкусные. Но мальчики привыкли к тому, что им в день положена одна упаковка, максимум. Иногда они о них забывают, я не храню их на видном месте, и нет никаких дискуссий. Они съедают небольшую порцию, и на этом все. Никаких споров. Поэтому для меня, как для мамы, это очень удобный вариант. И также то, что мои мальчишки полюбили, это вот такие натуральные брауни. Они на основе орехов, орехов кешью и кокоса. Очень вкусные. Я сама, когда ограничиваю сладкое, стараюсь заменять сладости чем-то таким. Здесь небольшая порция, но больше двух, честно говоря, я даже не могу съесть, потому что они довольно сладкие. Я пробовала еще лимонные, но вот эти как-то мы в семье любим больше всего. И мое открытие, мой наркотик, девчонки, когда хочется сладкого, прям не могу. И это то сладкое, от которого у меня нет изжоги. Это вот, сейчас, вот такие карамельки. Они на основе кокосового молока и еще чего-то морской соли. Здесь очень хороший состав. Они мягкие, но меру мягкие. Они тянутся, они прилипают к зубам, но растворяются. Детки не особо их понимают. Иногда едят, но как-то к ним рука особо не тянется. Зато для меня это кайф чистой воды. Они очень вкусные. И если вы любите что-то такое более полезное, то мне кажется, что вот эти карамельки могут заменить обычный. По-моему, здесь тоже тростниковый сахар, если я не ошибаюсь. Я сейчас еще раз перепроверила состав, чтобы ничего не напутать. Здесь вместо обычного белого сахара есть сироп органического коричневого риса и также сироп сахарного тростника. Вот вам на заметку обалденные конфеты. То, что лично я не поняла, но моя мама попросила заказать ей, тете и даже брату. Это имбирные конфеты со вкусом манго. Для меня это просто что-то очень сладкое. И вот это вот пощипывание, покалывание, которое дает имбирь, для меня это что-то такое необычное, нестандартное, так точно. Но они кайфовые. Это, наверное, так. Но мама говорит, что вот это для них наркотик. А мои карамельки это такое, знаете, баловство. Поэтому, если вы любитель, любительница острых ощущений и чего-то сладкого, то, наверное, такие конфеты для вас. У меня здесь около пяти упаковок. Теперь давайте поговорим о приправах. Я уже даже не знаю, сколько раз я вам говорила, что очень сильно люблю приправы из iHerb. И это действительно так. Всегда, когда я оформляю какой-то заказ, я забрасываю в корзину парочку новых, потому что они никогда не стоят без дела в моей кухне. Они очень ароматные, они экономно расходуются. Мне нравятся обычные приправы и уже готовые смеси для всего, чего угодно. Универсальные для мяса, для морепродуктов. Я уже собрала свою небольшую коллекцию. Наверное, на этом остановлюсь. У меня есть свои любимцы, о которых я довольно часто упоминаю. Поэтому сейчас не буду повторяться. Просто оставлю ссылки для тех, кому интересно. И то, что покорило мое сердце, это уже вторая упаковка. Это смесь прованских трав. Это просто фантастика для всех свежих салатов. Скоро наступит лето. Начнется сезон шашлыков, каких-то грилей. Поэтому запасайтесь, вы не пожалеете. И то, чем я пользовалась несколько раз. Сейчас стараюсь не есть все такое прям очень острое. Поэтому придется этой приправе немного подождать. Итак, это приправа для морепродуктов, для рыбы. И она очень вкусная, но довольно пикантная. Поэтому, если вы такое не любите или планируете давать эту приправу детям, то не вариант. А так, конечно же, скоро купим гриль и будем заниматься. Для овощей, для запекания, для гриля опять-таки взяла приправу. Вы можете посмотреть состав по ссылкам. Но, видите, это органика. Ничего плохого здесь нет. Здесь просто сушеный органический лук, чеснок, соль, черный перец, кориандр. Ничего такого особенного, орегано, но когда ты торопишься и хочешь что-то на скорую руку сделать, то берешь любую приправу, посыпаешь овощи, мясо, что угодно и наслаждаешься едой буквально через несколько минут. Вот эта приправа для стейков у нас идет только так. Очень классная. Она чуть-чуть остренькая, но не сильно. И даже если берешь куриное филе, посыпаешь вот этой приправой для стейков и, класс, пальчики оближешь. Поэтому, да, закажу еще раз. Кстати, вот эти вот приправы для гриля, видите, они чуть меньше. Не знаю, почему так. Я просто мечтала о том, чтобы все баночки были ровными. Но как-то не получается, потому что я не обратила внимания на грамматуру. И, не знаю, как-то вот на сайте не акцентировали на этом внимании. Заказала себе, вот не себе, вообще всей семье вот такую пудру из лука. И, честно говоря, чесночная пудра мне нравится гораздо больше. Это что-то из той же серии, но если выбирать что-то одно, то чесночная пудра все-таки лучше. Ну, когда я понимаю, что моему блюду не хватает интенсивности, я добавляю вот этот порошок. То есть, это просто сушеный лук. Он очень мелко так перемолот. Вот это не что-то, не какая-то вкусовая добавка, это приправа. Вот, поэтому если вы хотите что-то такое в коллекцию, то можете заказать. Но чесночной было бы достаточно. Это баловство. Тимьян для мяса, в салаты, для картошки. И я уже даже не знаю, сколько тимьяна я израсходовала за всю свою жизнь. Майоран и тимьян – это основные приправы наряду с орегано, с базиликом. В общем, такая она в меру интенсивная, но при этом создающая разницу в еде. Что-то еще, что тоже очень понравилось – это приправа для фарша. Когда я уже не знаю, какие котлеты сделать, хочется чего-то необычного. Но все равно, знаете, это не такие приправы, как карри, которые убивают вкус всего на свете. Нет, она довольно такая нежная, но при этом ощутимая. Нравится. И последнее – это универсальная приправа. У меня есть что-то похожее от этого же производителя, но там другой состав, и она с солью. Сейчас я хотела заказать что-то без соли. Вот, и она мне очень нравится. Здесь сушеный лук, чеснок, как обычно, черный перец, и помидор, и сельдерей, кумин, тимьян, орегано, розмарин. Ну и так, как я сказала, без соли, посыпать картофель, что угодно, но мне кажется, что без вот этой можно обойтись. Давайте немножко отдохнем от всего съедобного и покажу вам несколько косметических обновок, на которые я потратилась и ничуть не жалею. Первое – это масло для тела. У него очень интересная консистенция, такая как будто взбитая. Оно очень легкое, имеет приятный аромат, не слишком интенсивный, химический, навязчивый, свежий, скорее немножко цветочный. Но этот запах не перебивает все остальное, что находится вместе с вами в помещении. Иногда вот используешь DeBarry Shop и не можешь вынести вот эту яркую отдушку. Летом это особенно ощущается. С этим средством ничего подобного нет. Мне нравится, что здесь натуральный состав, быстро впитывается, нет никакой жирной пленки. Если у вас не супер сухая кожа, вам понравится и даже летом можно без проблем пользоваться. Еще на iHerb заказала себе спонжи. Я не уверена, что это люфа, на упаковке ничего не написано. Они продаются в дуэте. То есть под две штучки я знаю, что некоторые умываются этими спонжами. Когда намочишь их в воде, они становятся такими мягкими. Но я купила эту штуку для того, чтобы смывать разные маски, особенно застывающие, глиняные. И я уже не представляю, как обходиться без вот таких спонжей, потому что это настолько удобно. И размер, видите, большой. То есть прикладываешь, маска немного намокает и снимаешь с одной третьей лица сразу. Средство, которое заинтересовало многих из вас. И оно сначала как-то меня шокировало. Но, блин, это очень классно. Это скраб для кожи головы. Если, к примеру, вы понимаете, что у вас пересыхает кожа, что она недостаточно очищается, обновляется. Если вы хотите отрастить волосы, то не забывайте, что кожу головы надо скрабировать. В принципе, скраб можно сделать самой. Но я решила купить. И это очень интересное средство, которое имеет такую консистенцию обычного скраба. И я сразу взяла довольно много, нанесла на волосы и чуть не обалдела. Оно настолько пенится. У меня прям такой объем был на голове. Я не знаю, ни один парикмахер чего-то такого не добьется. Очень приятно пахнет. И волосы становятся такими жесткими. Вот прям я думала, что я не расчешусь, ей-богу. И потом мне казалось, что волосы будут такими пересохшими. Потому что здесь соль в составе и, кстати, пахнет все это дело чем-то ванильно-кокосовым. О, так написано. Действительно, правда. И насколько же я была шокирована, когда я смыла этот скраб, смыла эту всю пену. Никаких гранул, ничего такого не остается. И волосы были мягкими. Как так? Непонятно. И они стали такими живыми, такими объемными. Не такими, как во время мытья. Но, тем не менее, я заметила, что кожа головы посвежела. Поэтому, кто интересовался, девчонки, можете купить. Средства хватает на очень долгое. Сразу как бабахнуло на голову. Вовсе не надо этого делать. Минимальное количество. Это был мой тоник, но, к счастью, он не разбился. От целлюлита я использовала две вещи. Сейчас докупила еще и такой вакуумный массажер. Но, если, к примеру, у вас расширенные вены, варикоз, вы боитесь использовать. Вы не знаете, как пользоваться вакуумным массажером. Это такая силиконовая баночка. То просто купите себе щетку. От The Body Shop мне нравится больше. Потому что она какая-то такая, ну, поприятнее будет. Тоже жесткая. Но все равно натуральная щетина. Ну, как-то приятнее мне ею пользоваться. Хотя, это довольно жесткий массаж. Короче, я выполняю сухой массаж. То есть, после занятий спортом, зачастую я захожу в ванную комнату и начинаю выполнять массаж от, к примеру, рук или ног по направлению к сердцу. И вот просто массирую такой щеткой свое тело. Мне очень нравится именно такой формат. То есть, когда можно удобно взять щетку без ручки. Это Eco Tools. И, в принципе, я не буду покупать себе от The Body Shop, потому что этой пользуюсь. Я вижу результат. Я не уверена, что мне в чем-то помогает этот крем. Но, вот знаете, когда хочешь добиться какого-то результата, готов пользоваться всем, что угодно. Этот крем не дешевый. Инстанатурал. Написано, что он с кофеином, с ретинолом. В общем, то, что я заметила. Во-первых, я занимаюсь по программе интенсивной. То есть, занимаюсь спортом, стараюсь следить за питанием. И в комплексе все это работает. Этот крем не имеет практически никакого аромата. Просто что-то такое натуральное, но только не аптечное. Вот минимальное. И, вы знаете, он очень быстро впитывается. Не могу сказать, что он как-то классно увлажняет. Но кожа становится упругой. Я этот крем наносила практически уже, потому что он подходит к концу. И на живот, также на грудь, для того, чтобы подтянуть кожу. И мне кажется, что мне чуть-чуть удалось это сделать. Но все-таки главную работу выполняют занятия спортом и питание. Это все-таки прибамбасы, знаете, дополнительные. Еще летом купила своим малышам средство, которое каким-то чудесным образом должно было избавлять их от синяков. И помогает поскорее затягиваться царапинкам. Ничего такого отметить не могу. И я даже хотела выбросить это средство. Думаю, ну, как бы вообще никакого действия. Но потом заметила у Маши Лауреатки, что она использует его для кутикулы. И здесь натуральный состав, он так здорово смягчает кутикулу, что ничего похожего у меня даже нет. Поэтому я им с удовольствием пользуюсь. Докуплю еще пару штучек для того, чтобы разложить по разным сумочкам. Для пяток, для каких-то сухих мест. Да, но не для царапин. Также купила несколько уходовых средств, которыми пока что не пользовалась. Но если вам интересно, то вот они. Это сыворотка от Mizon. Интенсивная восстанавливающая ампула с муцином улитки. Моя подружка говорит, что это что-то запредельное. Что ничего похожего она не пробовала. Поэтому я решила, тоже надо купить. Сыворотку с витамином С от компании Serum Dipity. Моя мама тоже пользуется этим уходом. У нее настолько посвежела кожа. У меня тоже была ретиноловая сыворотка. Но сейчас не буду как-то акцентировать на ней внимание. Потому что начинается активное солнце. И под глаза взяла себе сыворотку от Insta Natural. Я все-таки бьюти-блогер. Я должна пользоваться разными средствами для того, чтобы не только говорить о Estee Lauder. Которая стоит около 80 долларов. Поэтому если подойдет и понравится, вы обязательно узнаете об этом. И также хотела бы сказать вам о средствах, которые я не куплю снова. Которые мне абсолютно не подошло. И вы знаете, сейчас в мире YouTube очень популярно выражение, что купила по совету непоплаченного блогера. Дело не в том, что кто-то участвует в рекламных кампаниях, кто-то нет. Просто все мы разные. И даже средства с натуральным, очень хорошим составом могут кому-то не подойти. Я тому яркие примеры. Вы можете посмотреть мои влоги, где я без макияжа. И честно говоря, я сама себя даже там не узнаю. Потому что я не помню, когда у меня так сильно опухали веки. Это бестселлер. Моя мама пока что еще не вскрывала упаковку. Я покупала для себя и для нее. Если маме подойдет, отдам. Это очень классный питательный крем, который по консистенции похож на мазь. Но черт, он вызывает у меня аллергию. Притом такую, что утром у меня снизу все опухает и сверху. Я наносила маленькое количество. И большое, и по-разному. И я поняла. Я перестала пользоваться этим кремом. Я заметила, что у меня кожа настолько стянулась. Она начала просто, вот знаете, себя так вести, как после ожога. Облезла. Вот прямо облезла. Так что, видите, ничего универсального в этом мире нет. К сожалению, мне это средство не подошло. И многие спрашивали. Поэтому еще разделюсь отзывом. И последнее на сегодня. Это чаи от компании Honey & Sons. У меня есть свои любимчики. О них напишу в инфобоксе. Их я заказываю вновь и вновь. Точно так же, как кокосовые, такие типа Bounty, более диетические. Клюква у меня здесь стоит. Кешью. Кетчуп. Я уже просто оптом все это заказываю. Потому что и знакомые просят, подружки. Ну, как оптом. По 4, по 5 штук. Это и так немало. В этот раз, в общем, взяла попробовать новые вкусы. Это шоколад с мятой. Очень классно. Это черный чай. Они настолько насыщенные, что я иногда даже по два раза. Завариваю один и тот же пакетик. Они, кстати, настолько красиво выглядят. Но есть одна проблема, о которой я сейчас скажу. Вот, посмотрите, как это красиво все выглядит. То есть, это такой мешочек. Как элитный чай. Хотя элитный чай, наверное, рассыпной. Ну, короче, не стыдно, что такое подарить. Если бы не один момент. К примеру, вот этот пришел мне очень помятый какой-то. Ну, как не очень, но все равно неприятно. Да, на подарок не годится. И этот тоже. Не поняла. Вот этот черный чай со смородиной. По-моему, раньше в Украине тоже что-то со смородиной покупала. И это было действительно хотя бы что-то, что напоминает смородину. Ну, вот этот просто черный чай с каким-то ароматом. Ну, нет, наверное. И ванильный черный чай без кофеина. Это тот чай, который я очень люблю пить. С медом, с молоком вечером я спокойно сплю после него. Так что на заметку тем, кто кормит грудью. Или, к примеру, хочет пить какой-то чай вечером. И также напишу вам в инфобоксе, какие чаи я еще люблю. Кроме Harney & Sons. Потому что в следующий раз закажу что-то и от них. Это все на сегодня. Еще раз оставлю ссылки на то, что я люблю. Заказываю повторно кешью, кедровые орешки, кокосовую стружку, кокосовые хлопья. Возможно, вы впервые захотите сделать заказ, не знаете, что выбрать. В общем, такой небольшой гид вы, как всегда, найдете в инфобоксе. На этом у меня все. Надеюсь, что вам было интересно. Видео получилось долгим. Но мне захотелось так подробно поделиться с вами всем своими впечатлениями. Рассказать о любимцах. Все. Целую, обнимаю. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok